Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Безграничность или граница личности? Слушай, сейчас настолько актуальная тема, я просто, не знаю, может под запрос мне приходит такое количество роликов в инстаграме и в тик-токе, что я просто иногда даже зависаю, когда слушаю там психологов, иногда у меня такой шок берёт. Безграничность, да, либо границы. Безграничность, либо граница. То есть о безграничности вообще люди не говорят. Если выучить слово безграничность, это значит, кто-то должен вторгнуться в твои границы, тебя подмять, проявить какое-то насилие, сманипулировать и так далее, и так далее. То есть безграничность вызывает страх. Если мы говорим о границах, тут же всплывает НЛП для начала, когда вот можно подходить к человеку на такое-то расстояние, если ты его нарушаешь, то это так-то, а если не нарушаешь это так-то, пошла технология НЛП. Потом пошла психология по поводу моё личное пространство, точно так же, как пространство ученика и так далее. Пошло вот это выстраивание, мои личные границы, и вот там уже вторжение в мои личные границы, и пошло у меня граница, у мужа граница, у ребёнка граница, у всех личное пространство, кому не подойди. Кстати, а если соединить СНЛП, то получается Я хочу подойти и обнять мужа Как же я ближе, чем на 2 метра подойду И плюс я вторгнусь в его личное пространство И о чем это? О задержке развития Границы Все, что касается границ Это лишь только о том, что будет задержка в развитии То есть торможение Торможение Ты останавливаешься вместо того, чтобы подойти Обнять и сказать, я тебя люблю Торможение, непозволение И все, и пошло Разрушение пошло А что такое безграничность? Это свобода, это рост Это вот именно безграничность Это о росте И смотри, как возникает тут же страх Если мы говорим о росте О расширении и о свободе Мы говорим о любви И об искренности Именно об искренности А для человека безграничность Как это я нарушу Страх Как это я позволю нарушить свои границы? Да, страх А какой страх? Страх того, что Быть свободным Быть свободным Страх доверия Что это лишь говорит о том, что человек Не доверяет внешнему А значит в нем этот страх Значит он не доверяет себе Страх быть тобой Страх быть искренним Да, да Вот и все И нет роста Страх потерять свои ложные субличности Которые он на себя навешивает Нет искренности Значит нет роста А есть деградация Уж как есть, так есть, говорю Есть, то есть будет однозначно разруха Вместо себя огромного бога Ты имеешь роль мамки Роль папки Роль начальника Роль успешного бизнесмена Роль еще кого-то Роль мужчины Роль женщины Это все ролевые игры Эти ролевые игры в неискренности Они приводят к страданию и болезни Потому что Весь гунический театр У тебя в башке Вместо того, чтобы быть самим собой А весь гунический театр Ты можешь быть И гриф-жрец И рабочая лошадь И лидер-лев И кем ты там Хочешь, тем будь Но это все животный мир Господа, животный мир Вот гуны, они написаны По миру животных А над ними бог Но ты можешь быть богом А ты можешь быть животным Ты выбери сам, кем ты будешь Вот это, это крышечка Крышечка Непозволение самому себе То есть выйти из-под крышечки Да даже выйти из-под асфальта Растения те показывают Да выйдите Вот, смотри, жизнь есть Прорастает сквозь асфальт А человек границы держит Прямо держит И вот эта крышечка Она Это знаешь как Вот просто даже для примера Вот вдруг мне внезапно прилетело Прямо очевидно Если так важны границы То есть Граница это ограничения Доказательства Что мы их ставим в себе сами Это то же самое Что если спортсмен Допустим, спортсмену говорят Вот он тренируется Ему интересно Он искренен Он прям горит Добиваться результатов Планок каких-то А ему говорят Вот допустим Выше Вот эту планку Взять невозможно Невозможно и нереально А у него же наоборот Разгорается интерес Нет, я возьму И он действительно Он уже под Прямо вот Он уже берет эту планку А тут ему говорят Не-не-не Подожди Это фантазия Да? Фантазия Ты дурачок Никто никогда не брал Ты дурачок Ты дурачок И он так Это невозможно Невозможно Все И уходит То есть Вот Но все равно есть кто берет Да? И вот благодаря этим Кто берет И есть Все-таки Жизнь продолжается Образ на жизнь Продолжается Так смотри На самом деле Гении Гении Их там два От двух до пяти процентов Человечества И именно они Двигают мир В силу того Что они позволили себе Быть сумасшедшими Сумасшедшими Чокнутыми Они позволили Чтобы их называли Как угодно Позволили быть безграничными Позволили быть безграничными И они действительно Тогда выходят На расширение На орбиту Это как тот цветок Я живу Что из-под асфальта Да? Да-да Это Это про безграничность Но Ты знаешь Если мы берем Структуру психики Человека Мы видим Что весь материальный мир Это производная Психики человека Да При соединении материи И психики Образуется Вот эта производная И Эта производная Образуется По подобию То есть У нас есть только Один механизм Передачи информации Копирование То есть Вот в психике Есть все И материя Может скопировать Этот кусок Этот кусок Этот кусок Причем копирование Это именно Процесс материализации Когда достается Информация из психики И все идет по подобию В материю идет Только то Что есть в психике Чего нет В психике В материю попасть не может И это идет копированием Когда мы это дело осознаем Мы понимаем Что все уровни Будут по подобию И вот смотри Если мы говорим О личных границах Это одна тема Государственные границы Ведь это же аналог Личных границ Один в один Один Просто по образу И подобию Если мы раскинемся На весь земной шар Планетарные Планетарные Границы земли Дальше можно играть В инопланетные игры Как только они будут Выстроены до конца Будут инопланетные игры И они Не в пользу Обитателей земли Потому что Это об ограничениях Только эти ограничения Придут Извне Как бы Извне На самом деле Мы просто Породим их На следующем уровне Психики Почему Породим? Потому что Мы заражены Здесь Именно Низкочастотные Вирусные инфекции И естественно Мы И притянем Такое Какие там Границы Барьеры Существуют И все будут Говорить Что весь мир Соткан из границ Но если вы Себя ограничили То конечно Вы будете Видеть его Сотканным Из границ Но И взять И смести Границы Я вот Безграничный Да И дальше Что? Ничего На самом деле Ничего Дурак ты Да Ты дурак Вот пожалуйста Парадокс Парадокс Но Ты можешь Это осознать Одновременно На всех уровнях И тогда Ты сможешь С этим работать Когда ты Наполнен Знаниями Искренностью Любовью Благодарностью Ты наполнен Это Вот тогда Ты безграничен Твоя безграничность Дает Развитие А когда Ты пуст И ты просто Говоришь Я безграничен Снимаю Ну ты дурак Тебя разденут Разуют Холову отрежут Что там дальше Все что хочешь Ну ты же безграничен Ты пуст То есть ты сидишь В страхах И эти страхи Моментально Материализуются Все Все Кстати Помнишь Тему Которую мы Засадили Буквально Недавно Панических Атак Как страхи Человека В панической Атаке Полностью Засоряют Вокруг Него Пространство И как Они полностью Проявляются В детях И в окружающих Кто с ним Хотя бы Где-то В какой-то Точке Пересекся Грубо говоря Как человек Засирают Психику Соседей Да Но это же Его страхи И его Конкретно Это его Вирус Вирус В это время Как он Разбрызгивает Его вокруг Себя Паническая Атака Там вообще Удивительный Механизм Работает Особенно В плане Близких Родственников Там вообще Убойный Механизм То есть Если ты Знаешь Что Если у Твоего Близкого Родственника Панические Атаки Беги Иначе Работать тебе Не переработать На него И на его Страхе А ведь На самом деле Что Помогают Наоборот На самом деле Бегут Помогать Да Там Жалеют Оберегают То есть Понимаешь Играют В эту игру Потому что Ну я же Хороший Я же должен Помочь А суть Самой Вот Знания Не улавливается Что наоборот Что это Да Сифонит Система Да Сифонит И этому Человеку Сейчас Надо Конкретно Самому Осознать Да Свою Тупую Игру Почувствовать Себя И захотеть Жить Да Да Захотеть Жить Играть Захотеть Жить Да А не то Чтобы Я такой Несчастный Пожалейте Меня Потому что Я даже Себя Уже Не чувствую Я уже Там Разницу Чувствуешь Да И тогда И тогда Того человека Кто Кто убежит Ну образно Отвернется От Человека В панической Атаке Скажут Какой ты жестокий Какой ты жесткий Безжалостный А здесь Мудрость Как раз таки Мудрость Дать Позволить Человеку В депрессии Которой Да Почувствовать Ценность Жизни Именно Вкус Жизни Или же Потерять Ее Ну захотел Ты играть Ну так пардон Ты находишься Сейчас в выборе Выбирай Это я Это я Сегодня даже Осознавала Как Осознавала Благодарность Правильно сказать Ценность 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 Сына Или дочь Теряет В плане Умирает Ребенок И Если это От болезни То это одно А если Какое-то Происшествие Случается То Вся Семья Сразу Агрессию На того Кто это Сделал Но не на то Что они Сами А ведь Именно Это их Был запрос Это их Запрос Потому что При жизни Они не ценили Ребенка Они обесценивали И Это их Был запрос На Проживание Потери Для того Чтобы оценить Осознать Осознать Ценность Да Осознать Ценность Своего ребенка Ценность Жизни Осознать Вообще Любви К жизни И Ну Осознать Что это мы Сами Создаем Это Конечно Надо уже Заниматься Этим Ты знаешь Когда Из общения Уже с людьми Кто терял Кто терял Близких Так вот У этих людей Зачастую В памяти Есть момент Когда Они Думали Что будет Плохо Или Приснили Сон Что будет Плохо Или И очень часто Роль матери Здесь Особенно Матери Для своего ребенка Когда мать теряет Ребенка Например В ДТП Роль матери Крайне велика И очень часто Это ее создание Потому что Чистое создание Да Неосознаваемое Потому что Мать не осознает Знаешь Зацепленность То есть Страх Потерять ребенка Да Смотри Какой парадокс Страх Потерять ребенка Но при этом Не осознает Ценности ребенка Да Обесценивает его Но при этом Страх Потерять его И это Свершается Для того Чтобы прожить Прожить Да Такая тема Она такая Вообще В этот момент Смотри Я все время Зависала Над тем Как это Может происходить То есть В это время Сознание Матери Ребенка Едина И оно Вот момент Этого создания Проявляется Наилучшим образом Для их обоих То есть Он получается Через это Освобождается От ее Тупого создания А она В это время Проживает Этот опыт Для того Чтобы Осознать Ценность И Вот И это все Из любви На самом деле Он из любви Получает освобождение Она из любви Получает проживание И там И там Задействован Механизм Интеллект Тела Потому что Это все идет Через тело И там И там Задействованы Обе части Тетраэдра Обе части Меркабы Оба Тетраэдра И у одного Заполняется Одна часть У другого Заполняется Другая часть В надежде Что потом У этого Заполнится Это У этого Заполнится Это И оно идет Асимметрично И когда Вот эти вещи Осознаешь Понимаешь Насколько Насколько важно Видеть Вот эту Насколько важно Это все Видеть и осознавать Как это работает Целостно Да И видеть Если оторвешь Мать От сына Это то же самое Как оторвешь Кусок Своей психики Это точно так же Как ты разорвешь Там большую Меркабу И вырвешь Из тела Внутренний орган И будешь Надеяться Что он Будет целый Мне даже Очень тяжело Класть это дело На слова Потому что Каждый человек Рассматривает Другого человека Как нечто Отделенное От себя Это все Единый механизм Это все В единой матрице Это все В единой симуляции Это все Есть единое Огромная Большая психика И ты ее можешь Смотреть на больших уровнях Ты можешь смотреть На маленьких уровнях Но все уровни Строятся информационные По подобию С какого бы ты Слоя не зашел Ты все равно Будешь видеть По подобию Как передается информация И смещается информация А для этого Надо понимать Как вообще Это все Даже просто В треугольничках Разрисовать Уже становится понятно И тогда Ты будешь видеть Расширение Сознание Где и как Они возможны И тогда Ты Но опять-таки Это же надо осознать А как ты это осознаешь Если Ты вообще Вон Картинок-то Вот этих Которые от даусов Остались Да доклина этих картинок И человек смотрит На них И что Просветлел Осознал Осознал Что-то Включилось А сути Он вообще никогда Никогда не задавался Вопросом Зачем он живет А ты вот Вот ты сейчас Проднесла Да Зачем он вообще Живет И ведь на самом деле Мало-мало Я прям сразу Почула Мало кто Об этим вопросом Вопросом задается Просто живет В автомате В автоматическом режиме Живу потому что живу Или подумаю Об этом Потому что сказали Построить Ой посадить дерево Построить дом Родить сына Вот понимаешь Сказали И все Но если у тебя есть разум Если ты сама Осознающаяся система То неужели У тебя за жизнь Ни разу не возникал вопрос Зачем я живу Вообще Смысл этой игры Неужели ты ни разу Не задумался И не пытался найти Смысл В этом Но тогда Если ты в этом Не пытался найти смысл То ты наверное Не пытался найти смысл В своем бизнесе В том Как ты проявился В своих отношениях С женой Смысл В своих отношениях С детьми Смысл В своих Домах Квартирах Дачах И гробике В придачу Ведь во всем этом Есть смысл Есть суть А знаешь Почему не задумывался Потому что Как только этот вопрос Приходит Сразу так Автоматическая реакция Пум Схожу-ка я В церковь Поставлю свечку Пуст-пуп За меня подумает И вынос ответственности Это знаешь По аналогу Что напоминает Вот например Ремонт в доме Найму-ка я прораба Пускай он за меня Сделает ремонт Прораб сделает Под этот вот Под свой вкус А тебя это устроит На самом деле Это о чем Это вынос ответственности О чем это Обесценивание тела Обесценивание тела Обесценивание себя Как создателя Ведь только в теле Ты создатель То есть сознание Приходит в тело Отказ от себя Как от создателя Полный отказ Я никто И звать меня никак Да Во мне искорка Божья Еще год назад Когда мы говорили О создании Ты помнишь Какие комментарии были Да Да кстати Прошел год Комментарии исчезли Что-то заговорили Все о создании Но пошли психологи Говорить о создании Когда я читаю Про создание Думаю Слава Богу Давайте мы сейчас Будем говорить еще Про безграничность Уберем вот эту Тупую игру Психологи стали Говорить про создание Да Что мы создатели Пошли Создание Создание И вообще Если земля богов То о каких границах Мы говорим Если боги просыпаются О личных границах бога А где у бога границы Слышишь Даже вопрос Когда задаешь Настроение поднимается Под сознание ржет Безграничен Вообще Бог безграничен Я знаю Что сейчас Вдруг внезапно И даже ты еще И произнесла Где у бога границы Бог безграничен Ну то есть Сознание безграничное На самом деле Бог или кто-то Сознание безграничное Но я четко Вдруг почувствовала Сейчас идет Этап Когда человек Идет К обесцениванию Тела А это значит Потеря тела А это значит Мы стоим В точке Выбора Сейчас Точка выбора Ценности тела Или точка выбора Обесценивания тела Я вдруг Так сильно Почувствовала Растяжение И знаешь Куда уходит Сознание В компьютер В интернет А теперь смотри То есть Сознание Уходит В интернет Компьютер В другую реальность Становится телом А это тело Становится Ненужным И я вдруг Начинаю чувствовать Стирание тела И уход Именно сюда Все Это Это новая игра И это игра Прям вот Прям вообще Настолько чувствую И в этой игре Это тело Которое мы сейчас имеем Оно не нужно Вообще Это уход сознания В другую игру Вот я прям Сейчас Настолько это Внезапно Во время Прям вот Записи Осознаю Так четко Полный Уход сознания Как ловушка Сюда И на самом деле Сейчас Эта игра Очень сильно Разворачивается Очень сильно Но видишь Самое интересное Что эта ловушка Построена На тех же самых 11 играх Которые Есть И в реальности То есть Опять-таки Вот на этом уровне Она будет отыграна И сознание Потом пойдет снова То есть Это временный Отказ от тела Смотри Опять-таки На какое время На самом деле Ведь Мы знаешь что Мы не умеем Использовать то Вот Не умеем Пользоваться Возможностями Не умеем В разуме Вот Все В разуме Использовать То что имеем Потому что Когда ты В разуме Ты все Что создается Новое Оно используется С любовью И благодарностью И тогда Сознание Сознанию Тогда тело Не обесценивается Ведь смотри Вот сейчас Прямо почувствуй И очень хорошо Сейчас подростки Дети показывают Уход Кто-то пользуется Интернетом Ловко Красиво Да Вот возможности Использует А кто-то Уходит Просто Сознанием Выгры И теряет Все возможности И тогда Ему тело Не надо Они действительно Они разрушают Эти дети Своё тело И психику Всё Да То есть Вот оно Где разум А где ум Умение Использовать То что ты Имеешь И тогда И тогда Нет Обесценивания Тела И тогда Не теряется Тело Тело Нужно И кстати Сейчас скажу Насчёт Темы блогеров Они молодцы Они действительно Сейчас используют Все возможности Самые-самые Прям настоящие Возможности Когда у тебя есть И весь мир На ладони Получается И ты пользуешься Тем инструментом Волшебной палочкой Интернет Интернет Вот смотри Какие две разные Я показала стороны Да Абсолютно разные Смерть и жизнь И при этом Смотри Блогеры Это тоже разные Конечно Да естественно Есть блогеры Которые Действительно Кайфуют Делают Искренне Искренне Проявляются И не позволяют Себе А есть Которые сидят Как пауки И залавливают Свои А есть Есть неискренность И знаешь Неискренность Она за собой Тянет Рождение Шлейфа Даже На жадность Рождение Шлейфа Вот я стану Блогером Я там буду Зарабатывать В ютубе Там тысячи 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 Долларов И там Или еще Там Следующие Соцсети И человек Клюет на это И идет конкретно За деньгами У него ничего Не получается А его за это время Разводят Я тебя научу Как создать Ютуб канал Я тебя научу Я возьму У тебя деньги За создание Телеграм Какой-то группы И пошло И пошло И пошло Это все разводники На самом деле Неискренность Всегда будет Притягивать неискренность Да То есть смотри Тот Кто Для кого Деньги важны Вот паук Как я говорю Притягивает Да У него И будут Притягиваться Те для кого Именно деньги Это вот морковка Именно это Вот это А те Кто искреннее И они действительно Кайфуют от жизни Они искренние Они делятся Вот знаешь Они притягивают Таких же огоньков Таких же искренних И это вот Вот оно Две разных Вот пожалуйста Даже здесь Плюс и минус Чувствуется Всегда Всегда Есть двойственность Вот эта Зеркальность Да Плюс-минус Плюс-минус Игра И ты сам определяешь Где ты играешь Да Где Ты болван Или ты все-таки Разум Но когда Человек Идет в автоматическом Сценарии Он никогда не выбирает За него уже Даже выбрано мороженое Да Все верно А теперь смотри Ребенок Он очень легко Попадает в ловушку Тогда Кто Должен быть В разуме Родитель И помочь А родитель Не в разуме Родитель в уме Всередине Сидит В автоматическом Режиме Но естественно Его ребенок Тогда Будет Как это сказать Пан или пропал Да Маугли Да Кто внимание В него вложит И Ну тут Разные варианты Ну короче Короче Сама суть Внезапно Вдруг выстрелила Прям вообще Вот увидела Увидела Прям Сознание Уходящее И сознание Которое Вот живое Оно и здесь И там Оно пользуется Использует Это как знаешь Вот имеешь ложку И знаешь Как ею пользоваться Да Или как телефон Да Знаешь Телефон Как пользоваться А кому Кому ты там Говоришь Этим Дикому племени Они будут Этим Телефоном Случать Пока Да Есть такое Дело И тогда И тогда И тогда Где разум В моменте Здесь и сейчас Он либо есть Либо его нет А он всегда есть Просто ты им пользуешься Или не пользуешься Ты в разуме находишься Или в автоматизме Ума Ты еще сказала Про племя И вдруг Такая мысль пронзила Рядом с Индией Есть остров Куда не ступают Другие цивилизации И там живет Племя Дикарей То есть туда Оно воинствующее Поэтому даже Боятся подплывать Потому что Последний американец Который подплыл Он был соответственно Убитый И Утилизирован Так вот Даже труп Не достался Назад С этого острова Так вот смотри Этот остров Находится В океане Ограничен Вот оно Получается Если ты ограничен То ты текарь Все Ты не развиваешься Ты не развиваешься Все Все твое развитие Закончилось Значит у тебя страх Развитие идет На обмене На движение На дыхание На дыхание Вдох-выдох Просто это о чем Дыхание Свободное дыхание Ты дышишь Да Ты обмениваешься Ты разговариваешься Ты делишься А не знаешь так Я тебе не скажу Потому что там это Да что-то Или О я подслушаю А ты делишься Искренне Делишься И вот это и издает Рост Рост Если бы мы с тобой Когда начали работать Укрывали бы Знаешь Друг от друга Скрывали бы что-то Ну как И сидели бы там В этом Где начали Да Ничего бы не было Есть же образцы Кто сидит там Да Ничего бы не было Да Только искренность Только искренность Живая искренность Это и жизнь Обмен Дыхание Как мы друг друга с тобой Каждый раз Одна допустим В одной позиции Друга в другой Мы чувствуем друг друга И мы каждый раз Вот-вот мы дышим Вдох Выдох Вдох Выдох Это жизнь Даже последние наши моменты Когда мы с тобой Проговаривали Даже вот тему Панических атак Когда мы подняли Да Взрывали Помнишь Я тебе в 6 утра Специально написала Да Пометку В какую мы пойдем днем Для чего написала Я даже тогда понимала Что если я Приду Вот вариант В адекватный То эту тему поднять Как бы Ну наверное Не имеет смысла Или я ее замажу Или я расскажу Там Нет-нет-нет Давай мы не будем Это рассматривать Так и рассмотрим Так То есть пойдет искажение Если уже пошла тема И она В предутренние часы Идет И ты ее видишь В варианте Да Со здоровым человеком Там ты ее обсуждать не будешь Ну здоровым в смысле Адекватным По меркам социума Но если эта тема Из подсознания достается И она достается Вот в каком-то Неприглядном виде И ты не можешь Ее проговорить Вслух Потому что ты стесняешься Там какие-то вещи Говорить что-то Стесняешься О границах Это о границах А когда ты проговариваешь И ты видишь Сам механизм То ты понимаешь Это нелицеприятная тема На самом деле В подсознании У каждого человека И если ты ее вытянул И ты видишь Как она работает То это очень здорово Получилось ее зацепить Значит прекрасно Значит потроши И не стесняйся Об этом говорить Это есть у каждого человека Ты знаешь Как срам свой показать То же самое Но в данном случае Этот срам У каждого есть Подсознание Но ты его просто Сейчас увидел Да-да-да Вот оно Увидел Тебя получилось Туда заблинуть И как бы И кстати Здесь еще Такой момент Что все-таки Очень большой плюс Работает Что мы две женщины Что мы две женщины Мы в отражениях Мы воспринимаем Информацию Одинаково То есть С одной стороны По-разному Парадокс А с другой стороны А мы ее чувствуем То есть Когда зацепил Этот пласт психический И говоришь Что это шизофрения Полезем мы туда Или не полезем А полезем И смотри Как мы И тут же интересно У обеих интересно Да-да Но слов говорить нельзя А на самом деле Вот вдыхание Вдох-выдох Вдох И мы движемся В одном интересе Одна жизнь Да Вот у нас с тобой Получается Один интерес Одна жизнь Мы дышим Этим интересом Мы дышим Вдох-выдох Вдох-выдох И тогда у нас Препятствие Если какое-то На пути возникает Оно не может Мы его Продышиваем Понимаешь Мы его проходим Как сознание Сквозь стены Сквозь препятствия Мы его продышиваем Продыш То есть Продувание И знаешь как Не Не закостенеть Да А жить Наоборот А жить А жить Дышать А жить Достать 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 И тогда легкие Останутся больше Больше Да Они чистые Воздух свежий Да И вот это Про красивую Полноценную жизнь Это только из искренности И тогда Да И только тогда Когда ты осознаешь Ценность тела Потому что Без этого тела Это первичная граница Сознание При соединении С материей Да Если оно не будет Иметь границы Да То вообще не будет игрока Не будет игры И не будет игры Сознание Первый ограничитель Сознания Это тело Это самый первый Самый главный Ограничитель А все остальные Ограничения Уже идут По подобию Вообще По подобию Но тогда Мы можем Говорить О безграничности Единой психики Для всех Да И уже потом Мы можем Выделять Персонализацию Какую-то делать Да И тогда Вот эти вот Разные тела Которые являются Отражением нас Нашего физического Тела И нашей Физической психики Грубо говоря Вот тогда Они будут Отражениями Но если мы Берем Из единства То персонализации Нет И вот Это первая Граница Тела Да Если Тело Дышит То есть Рост Есть что? Жизнь А если тело Не дышит Ничего нет И тогда Если эти Границы Тела Да Не ценятся То есть Они Забиваются Жад Программами Да Вот оно Идет Разрушение Разрушение Старость И уход Да Да Потому что Сознанию Надо дышать А не быть Законсервированным Дыхание в теле Это вот дыхание А дыхание В психике Это совсем другое И там временной Порядок Другой Если Если ты Не дышишь То есть Не осознаешь Свою психику А ты Только в материи А материален Ум такой Материальный Да То есть Ты будешь Смертен Вот они Наша смерть Вот наша Смерть Где В том Что мы Не умеем Дышать Полноценно Мы Загрязнены И тогда Естественно Будут болезни Для того Чтобы Сознание Будет разрушать Тело Чтобы Выйти За пределы Слушай Какая тема По границам Невероятная У меня вообще Возникает Желание Завтра Немножко Утворить Именно С процессом Создания Соединить И Знаешь Что Мы можем Использовать Классно Завтра Можем Использовать Геометрию Участника Так и надо Так и надо Зайти Опять-таки Зайти Использовать Геометрию Участников И использовать Ресурсы Сознания Ты крутая Круто Тогда Это вообще Не погружение Это целый Курс Это если ты Еще это Все будешь Объяснять А Если на Коллективное Погружение Приходят люди Которые Вообще К нам Не приходили То Объяснять Не имеет Смысла Есть Возможность Прожить В состоянии Проживи Увидеть Прочувствовать И тогда Может ты сам Станешь интересен Для этого человек должен прийти Безграничный А не тот Который Живет Верю Не верю Понимаешь И тогда Смысла Слышать Механизм веры Это там у нас Следующий курс Ну да И тогда Слушать Ну вот Видишь Слушать тогда То Что его Ум Не воспринимает Да Потому что Как Ешь Вот пределы Все А потом У него Меняется Жизнь Резко И его ум Объяснит Не-не-не Оно бы так и было Да Все бы так Само собой Случилось Это случайность Эта птичка На хвосте Принесла Дерьмо К деньгам Да Ну я про птичку Не ум Всегда Все Оправдает Понимаешь Для ума Есть потери Все Все На этом Все Закончено Ну да Уму важны Потери А тут Приобретение Тут Расширение А когда Идет Расширение Ум Не может Потерять Границу Куда Куда Пошел Назад Назад Там страшно Слышал меня Там страшно И человек Уже Все Слышишь Насчет Страшно Ты знаешь И так Вопросы Задают На ютубе Вам здесь Мало Пишут Потому что В смысле Комментариев У нас же Комментарии Под стримами Идут А потом Когда Остается Этих Комментариев Никто не Видит Их Ютуб Убирает И получается Люди Пишут Вам вопросов Не задают Потому что Вас боятся Вообще Есть чего Бояться На самом деле Вопросов Миллион Боятся Ну человек Боится Сам себя На самом деле Человек Боится Сам себя Я например Когда Сталкиваюсь Например С какими-то Жизненными Ситуациями Когда я Вижу Кстати Сегодня Эту тему Очень круто Осознавала Ехала за рулем И очень круто Осознавала Именно через Благодарность Я когда Вижу Человека Который Запутался И залгался Что все Он уже Находится На краю Лжи И дальше Идет Рассыпание Сознания То я Со своей Стороны Могу Только через Благодарность Запустить Процесс Мгновенно В осознавание Да Это будет Больно Но это Шанс Сознанию На развитие Но это Будет Больно Человеку Но Сегодня я осознавала В моей жизни Была одна история И я осознавала Безумную благодарность Человеку Благодаря этому Я проснулась Это был Момент Из моей практической Работы Там В автобизнесе И Я тогда Я и благодарности Писала на него Энкеты Осознавания Ну только Чтобы простить Отпустить Да А на выходе На выходе Сегодня ехала И вдруг У меня Включилась Такая Безумная Благодарность Благодаря Вот Этой Мгновенной Боли Я проснулась Я проснулась И у меня Запустились Механизмы Которые Привели В дальнейшем К интересу К психике К мироустройству Как это все Работает И так далее То есть Вот этот момент Мгновенной Кармы Да Он Он крутейший Момент Его надо Использовать И коль мы Сейчас к нему Подошли Очень плотно И мы его Осознаем То Ты знаешь Это для Особенно если Смотреть с позиции Единого Сознания Это очень крутая Штука Это служит Развитию Человека Это служит Развитию Общества Это служит Развитию Единого Сознания Но при этом Человеку Который Находится В резких Рамках И ограничениях Вот Такой Перезапуск Программное Обеспечение Будет вызывать Боль И это боль Душевная Как правило Душевная Очень Очень болезненное Душевное Состояние Но это выход Выход для человека На сознание Это пробуждение Ты знаешь Как человек спит И взять Вставай Придурок На работу Опознаешь Но Чем дальше Вот Мы Углубляемся В психику Тем больше Я понимаю Что И нам надо Так жить И нам надо Так работать Это очищение Сознания Тогда Наша работа Напоминает Работу Иммунитет Да Так оно И есть А иммунитет Никогда Ничего Не делает Во вред Органи Все делает Только в пользу И в выздоровлении Если ты в разуме Находишься Если ты в разуме Да Если ты в уме То Ум Очень доверяет Материи И он Тогда Будет Все брать Извне То есть Пойдет Искусственность То есть Не доверие Себе А именно Доверие Внешнему И тогда И пойдет Искусственность Ну что мы видим В материальном мире Скажение Что такое искусственность Искажение Ум говорит Нет у нас Природного иммунитета Нам надо Прививочку Вот Это тоже самое Искажение И убивает иммунитет Все и пошло И пошло А когда ты в разуме То ты тогда Просто Ты в ясном уме Ты понимаешь Какой У меня природный иммунитет Я уже Тут я пришел В жизни У меня здоровый иммунитет Мой организм Зачем мне Какая-то прививка Зачем мне Ерунда какая-то Лекарство А он потом Оправдывает Не-не-не Этот инфаркт Не от того Что ты там Пошел И ерунды Наколол Не-не-не-не Этот инфаркт От того Что Ну просто Случайно Он прилетел Не думай об этом Или сходи Богу Помолись В церковь Свечку поставь За здравие За себя И так Смотришь на это И понимаешь Да кто напился Отравленной воды Ребята Да где ж ты Отравленная вода Где вы ее Бухать Беспробудно Это же не о разуме Все в разуме Да Когда ты в разуме Тогда ты гармоничен Тогда ты В природном Своем состоянии То есть В изначальном Первоначальном И ты Именно это В себе Растишь И укрепляешь Развиваешь Вот Ты не искусственный А ты природную Свою составляющую Несешь все время Тогда это да Вот даже Не знаю Привести такой пример Или Ну просто он будет Такой широкий Ну может Границы Вот о чем границы Смотри Советский Союз О чем показал Мы жили в Советском Союзе Когда Да У нас были границы За границей Ездить Было Ну мы мало получали Оттуда информации Да Мы жили в своем мирке В принципе Этот мирок был Ну такой Нормальный Да Ну Он хороший Ну как сейчас Вот мы вспоминаем В сравнении Теперь Да Даже интересно Он интересный И уютный был Теплый Теплый Да Но смотри Ведь Сбросив границы Да Когда пошел доступ Открылись границы Развал там Да Произошел Если бы Человечество Было в разуме То это же Только лишь Об обмень О дыхании Свободном И обмен Опытами С другими странами Да Действительно Искренними Опытами И тогда Рост всей Ну я скажу Все планеты Да Когда ты в разуме Обмениваешься В искренности Кто что наработал Поделился В чем Да Знаешь И ты Поднимаешься А если ты В выгоде Да В искусственности Во лжи И при этом Тогда надо Не в разуме быть Тогда надо В уме быть Да То есть ты тоже Ведь если тебе Ложь идет Значит это ты Ложь И знаешь Пошла хитрость Хитрость Кто кого обманет Передели Да Бандитизм То это Да вот оно То тогда Это о чем Это вот оно Знаешь как Ложь И снова так Раз зажать И пошла деградация Все Это деградация Это не расцвет Не разум А это ум Это ум И никакой не разум Это ум В разуме Это чистое дыхание Ясное дыхание Искренность Природность И ты делишься Открыто И ты от этого Растешь Потому что Кто-то этим В этом пошел Развился Кто-то в этом И ты это видишь Ты делишься А ты в этом Да И ты делишься Обмениваешься И тогда Это действительно Красивый рост Это развитие Это вообще Вот просто Вот я не знаю Я это прям вижу Красотой Да Чистым дыханием Здоровье Это очень сильный Рост развития Это вообще Неимоверно И здоровое А когда Ты во лжи То ты хватаешь О, эти так умеют Надо и мне Значит тоже Я вот хочу Чтобы вывернуться А здесь так А здесь так Я захвачу Жадность Гордыня Гордость Все Длинная В чистом виде Полный комплекс О чем? Болезнь Болезнь А болезнь что делает? Разрушает Разрушает Все Деградация Вот оно Разрушение И что мы видим На границах? Разрушение Разрушение Что мы видим Кстати Я вот Наблюдала И еще один момент Осознала Такой большой Пока Пока было в наблюдении Да Вот смотри Так уж получается Что С позиции иммунитета Инфекция Она скапливается По В разным местам Вот здесь Стофилокок Там Золотистый Здесь Стофилокок Обыкновенный Здесь Там Кандида Здесь еще То есть Даже в теле Иммунитет Это все Ограничивает Какие-то такие Потом они Если побеждают иммунитет То они развиваются На какой-то территории Общей Под одни проблемы Если мы положим Это на общество И посмотрим На то как в обществе То есть есть Какая-то территория Вот например На одной территории Ну назовем это Стофилококком Собраны Стофилококки И вот эти Стофилококки Например Все отрабатывают В своей Предыдущей истории Карму Связываем Например С воровством Воровство Грабеж Бандитизм Например Сказка о соловье Разбойнике Вот они Вот на кого не настройся У них будет В прошлом Кармическая история Где Начиналось просто Вот как правило Это циклическая ошибка Начиналось просто Там человек Где-то там Просто украл Потому что там Голодный был Ему надо было выжить Но он это Воровал для себя И чтобы спасти Свою жизнь И потом Покаяния не было Осознавания не было И так далее В следующей жизни Он уже попадает В банду Где они там Грабят Насилуют Убивают Потом в следующей жизни Там уже Коллективная игра Начинается Там уже Продразверстка Или мародерство Или еще что-то В следующей жизни Это бандитизм Это 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 И вот Из жизни в жизнь То есть Одна и та же Вот эта вот Украденная штука Чтобы выжить Она не осознается В этой циклической ошибке И обрастает И обрастает И идет по нарастающей И вот приходит жизнь Он уже ворует Не для себя Он просто ворует Для того чтобы украть Он даже не осознает Ему это необходимо Как покушать Как подышать Да И это даже не для себя Его уже нету И это просто система Где он ворует Да Да Автомат Автомат Да Автоматически И понимаешь Вот когда смотришь Уже на сознание В этой системе То есть Вот уже когда Циклическая ошибка По какому-то параметру В этой группе Стофилококков Дошла Вот до такой вот стадии Это уже не стафилококк Слышишь Это уже идет стадия Рассыпания сознания Это уже как раз так Стофилококку Да Уже Уже животный уровень Прошел И пошел дальше То есть Ты прошел уже коллективный Уровень стада Прошли Уже млекопитающие Там Или как морские обитатели Прошли Уже пошли туда К жуку Скоробею И уже проходим За жука Скоробея Пошли дальше На разрушение То есть Каждая циклическая ошибка Она дает разрушение Сознания И в какой-то момент Будет потеря игры Потому что Ну все Этот игровой уровень Не пройден Ты застрял И ты рассыпался В этой циклической ошибке И в принципе Это о чем Это иммунитет Тогда в какой-то момент Распознает Что здесь Стофилококки Он хоп Грохает И удаляет Это из игры Говорит Ребята Все У вас был шанс У вас был шанс Вы его не использовали Вы рассыпались И На самом деле Если посмотреть Это все По подобию На людях На группах людей То это примерно Так же идет И Вот Наблюдаешь за этим И если углубляешься Особенно если есть время Погрузиться И посмотреть Это все То это удивительные вещи Которые ты видишь Потому что это По подобию в психике Возьми эти группы Назови их семьями Точно так же Подбираются Один в один И семьи Один в один И рода точно так Подбираются Род один и тот И поэтому Почему у этого рода Почему у меня нету детей Почему там нету детей У моего брата И у моего Исвата И еще у кого-то Потому что Род сгнил Все Нет у вас Как ветки Вы уже Самоуничтожились Заражение было Вовремя Не заметили Продолжали дальше Заражение нести Получили Болезнь Которая тебя Разрушила Да Вот оно Уничтожение То есть Не осознание Разума Блин Вот Я не знаю Программа Ума Это программа Разрушающая На самом деле Разрушающая Это не созидающая Это Разрушительная Сила Это программа Помогающая Выдоху Чтобы система Выдохнула Для того Чтобы она Вдохнула Снова То есть Это по сути дела Возможность Осознать В циклической Ошибке Смотри На самом деле Это Когда Ум Уже Разрушает Это Как Назови это Машины Перестали Слушаться Хозяина А пошли В атаку Вот это Это уже Все Техники То есть Перестают Слушать Человек Ну и человек Точно так же Машиной Становится Которая идет На саморазрушение Да Он даже Не осознает Он нас Вот если бы сейчас Послушал Даже не услышал бы О чем он Говорят О чем они Вообще мусор Потому что Он вообще Не услышал Это ум Ум Который Прям вот Ум Который Не дышит Ты знаешь Чтобы осознавать Эти вещи Мы с тобой Осознаем Это дыхание Потому что Мы видим Как оно строится По симуляции По геометрии Как оно идет Опять-таки Видишь как Мы пришли К математике С одной стороны А с другой стороны Тогда геометрия Совсем Не Это не Евклидова Геометрия Или Это как-то Нестандартная Геометрия Тут Тут много Вопросов Возникает Тут Блин Я иногда Когда Вот Вишу И какие-то Вещи Осознаю Целостно Особенно Если наблюдение Работает Если удается Зависнуть Смотришь Рабочие Работают Люди Ходят Очень хорошо Группы людей Рассматривать Здесь Такой персонал Здесь Такой Здесь ИПшники Здесь Пограничники Здесь Там Таможенники Здесь Еще Какие-то Люди Здесь 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 И когда Ты на Группы Людей Настраиваешься То ты Вдруг Осознаешь Что Подбираются Всегда По единым Циклическим Ошибкам Всегда Есть шанс Выйти Из циклической Ошибки Всегда Есть возможность Осознать И никогда Человек Ее не пользуется Не пользуется Потому что Именно Когда ты Вошел В эту Циклическую Ошибку У тебя И появляется Возможность Благодарность Этой ошибке Благодаря Этой ошибке Выйти Из нее А не Этого Не осознается И полностью Обесценивается Да Да Удивительно Вообще Вообще Ты знаешь Очень часто Вспоминаю Кто-то говорил Самое Когда ты Залипаешь И не может Рваться Это наблюдение За людьми Как люди Работают Ну и вообще За людьми На самом деле Так Я залипаю Очень часто Залипаю На людях Смотрю Восхищаюсь Этой игрой И при этом Осознаю Что вот сейчас Они не могут Выйти из таких Как-то циклических ошибок Да Я вообще У меня вот интересно Что что я с детства Любила наблюдать За людьми С детства Я понимаю Что это во мне Как вот просто Я Ну я родилась Такой Люди Я вдруг понимаю Вот сейчас Да Люди боятся Разума Разума Боятся А почему Потому что Больно Больно Увидеть Свои Ошибки Своё искажение Свою ложь Увидеть И признаться Самому себе В этом Очищение человека Резкая Мгновенная карма Это всегда боль Потому что Это включение разума Это будет больно Больно И потом сработает Программное обеспечение У кого-то Самонаказание У кого-то Раскаяние У кого-то Чувство просто Включится Блин Это всегда боль И это боль За профуканную жизнь Да Вот даже Разошедшиеся семьи Да Муж и жена Ведь на самом деле Начиная Вот когда они Обвиняют Винят друг друга Да На самом же деле Они очень сильно Таким путём Боятся Только бы Я буду говорить Я буду злиться Я буду обвинять Выносить Выносить Только бы не почувствовать Что на самом-то деле Там болит Потому что Ты знаешь Свои косяки И ты знаешь Что ты неправ Где-то был И ты знаешь Что Где-то ты лгал Где-то ты Выгоду Где-то ты Действительно Не оценил И от этого больно И тогда Чтобы не чувствовать Эту боль Будет человек Выносить На внешнее И соответственно На его жизнь Тоже будет Внешнее будет Отражать И в чём То, что там То, от чего Бежит человек От боли Внешнее будет Отражать И человек будет Жить в этой боли Пока не осознает Что вот здесь Сделав благодарность Осознав Ты будешь Видеть благодарность И значит Ты в этом Будешь жить А человек Тупо уперся Вот ум Тупо уперся Он виноват Он виноват Он А здесь же горит И живёт В этой гаре Блин Настолько очевидно Скажи Да Вот очевидно Кстати, сегодня На стриме Как раз Такой вопрос Да Удивительно Удивительно А человек Не осознаёт Кажется Это же проще Простого Или это у нас Уже с тобой Профдеформация Что для нас Это проще Простого Так оно Да Оно Просто На ладони Вот просто Очевидно Ну ты знаешь Мне вот Выходные дни Когда Мне приходится Уезжать Да Чтобы закрыть Вот вопросы По дому Я погружаюсь В мир материи И при этом Я наблюдаю За людьми Всегда наблюдаю За людьми За поведением Приходится общаться С людьми С которыми Я никогда в жизни Не общалась Решать те вопросы Которые никогда В жизни не решала И даже не представляла Что я их буду решать И ты знаешь Я в каких-то моментах Во-первых Чувствую себя Иногда недоразвитой В чистом виде То есть в материальном мире Я очень часто Недоразвитая Я даже не понимаю Как я бизнесом занималась Там 11 лет назад Или там 12 Да Как я Больше уже 15 Как я там С автомобилями работала С клиентами работала У меня сейчас клиентам Допускать нельзя Вообще нельзя Профдеформация сильнейшая Вот А во-вторых Я понимаю Насколько Человек Находится в глубоком сне И даже не задается Вопросом Зачем он живет Даже не задается Вопросом Сознания Даже не задается Вопросом Развития Себя Максимум Если это Речь идет О развитии То тут же Начинает всплывать Страх Секты И так далее В автоматическом Режиме Да Либо Лидерские тренинги Как заработать денег У меня уже Деньги есть То есть Сразу Ты упираешься В ложь Либо в религию И ты смотришь На человека И понимаешь Наверное В материальном мире Я где-то Недоразвито Но если Ну то есть Я неадаптирована Я могу совершать Те ошибки Которые Человек может смеяться И говорить Ха-ха-ха Ты этого там Не знаешь Да Ты не знаешь Там Как там проходить Какие-то Ну не знаю Кордоны Ты не знаешь Как там Проехать Куда Да Я могу заблудиться На этой вот Кстати я и заблудилась На этой зоне Знаешь Где Регистрируют Электронную очередь Я там Конкретно Заблудилась Два раза Останавливалась У меня мужики На фуре ржали Показывали Но я понимаю Что у меня Есть косяки Такие Те что Особенно мужчины Они Ну а женщина За рулем Все Я понимаю Что у меня С материей Бывают такие косяки Но ты знаешь Когда я смотрю На мужиков Которые не видят Те косяки Которые сейчас Разрушают их сознание Которые сейчас Разрушают их рот И скажутся На болезнях Их детей Так извини Лучше запутаться В электронной очереди Чем Вот так Уничтожить Свой рот А на самом деле Ты сейчас Проговорила То Что Вот прям На этом примере Очевидно Дыхание Вот смотри Мы умеем Мы умеем одно Ты умеешь Да Вот Если сравнивать С теми мужиками Тебя Ты умеешь В психике Помочь А они умеют В электронной очереди Если Не хи-хи-ха-ха А по-человечески А по-человечески Вот это и есть дыхание И тогда На той границе Когда Ты спросила Куда мне надо Вот у меня там То-то-то На зеленую Или на красную И он тебе показал Сюда На зеленую Да И потом смеялся Что А надо на красную Вот это вот О чем это О чем Кто сидит Эго Или человек сидит То есть машина Пустая Или это человек С сознанием Создающим Сидит Вот оно Дыхание Чистое Свободное Да Искреннее Когда друг другу Помогают Кто-то может Одно Я же про границы Я про страны Рассказывала Эта страна Допустим В этом поднялась Это в этом И когда Это искренность То это обмен И тогда Обе страны Поднимаются А когда Когда неискренность Ложь Агрессия То теряют Обе 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 теряют Ну или Вся Да Земля Вот о чем То есть О дыхании О быстренности И тогда То что ты сейчас Рассказала Что ты где-то В материи То точно так же И я много чего Не знаю Так благодаря Этому И в жизни Есть интерес И желание Общаться Кто-то знает Кто-то не знает И при этом Ты можешь увидеть Что человек Профессионален В этом Какой молодец Как интересно И у тебя Появится желание В этом тоже Познать себя В этом В этом же и есть Вот он рост Вот оно развитие Это нормальных Это нормально Это наоборот Интерес к жизни Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууу questão выстраивать свою жизнь, чтобы выстроить это равновесие. Равновесие в гармонии с собой. И все-таки разобраться в том, как устроена материя, с точки зрения подсознания, научиться видеть гармонию с двух сторон. Вот он парадокс. Это тогда такая красивая жизнь получается. Когда ты осознаешь то, что ты создаешь, проявляешь и кайфуешь от того, что ты создаешь. То есть ты создаешь не просто как фантазию, но ты еще прикладываешь действия и кайфуешь от того, что ты имеешь в виду. Ты пользуешься всеми возможностями, которые есть у сознания и материи. Да. И это кайф. И тогда ты осознаешь рай, что ты в раю. И ты полностью осознаешь, что ты полностью создаешь эту жизнь. Но тогда надо, да, тогда материя. У меня сейчас материя хорошо припечатала, и я понимаю зачем. Потому что уже ушел отрыв, уже шел улет. Уже мы оторвались, мы просто уже в космос уходили. А сейчас я так, ну я сейчас больше даже про себя говорю. Ты как-то... Кстати, мы с тобой в этом плане поменялись местами, заметь. Помнишь, на ранних этапах, когда мы расшарили в психику, только пошли? Тебя уносила я все время, приземляйся, привязываем, привязываем. И мы все время шли. То есть получалось, что я привязывала все время к материи. Проверяем на материальность, на объективность, еще что-то, еще что-то. А потом вот получился какой-то момент, когда мне возвращаться в материю самой стало сложно. Меня она перестала интересовать. И вот благодаря сейчас привязке к материи, я понимаю, что выстраивается баланс. Но сейчас ты меня возвращаешь на землю. Постоянно, Наташа, куда? Улетели. Это об этом, а вот это об этом. Чувствуешь? То есть мы тоже прошли, по сути дела, мы поменялись местами. Смотри, как сознание. Все точки восприятия, и получился перевертыш часы. Песочные. Ну да. Ну тогда ты можешь воспринимать со всех точек, и я могу воспринимать со всех точек. Да, вот я хотела сказать четыре позиции. Четыре позиции. То есть когда целостные. А помнишь, белое и черное, еще в книге, черное подсознание описано, как они показывали две, а потом становится четыре. Две еще, да, четыре стало. Я даже помню, когда я это дело с тобой достали из подсознания, я тогда ходила очень много по вечерам, и мы с тобой прямо в процессе, я пометки делала на бумаге, и я помню, я стояла возле Максимуса, а на улице шла, остановилась, и я на бумажке помечала вот эти четыре позиции для того, чтобы сохранить, и для того, чтобы потом записать в эту книгу. А я помню, да, тогда мы с тобой все время на связи были. И хорошо, когда было рядом компьютер, ты сразу раз-раз-раз, да. Записывала компьютер, либо на бумаге помечала основные точки, о чем шла речь. Потому что, ну да, потому что потом, если бы это не сразу записывать, то потом, когда уже берешь умом, то это уже был создан карман, а ум очень-очень быстро карман заполняет искажениями, да. И сейчас, когда вот приходишь к осознаванию вот того, что описано в черной книге, вообще под другим углом это видишь. Да, ты с другой стороны на это смотришь, мы смотрим на это с другой стороны. Да, так понимаешь, я все время охреневаю, как мы тогда на тот уровень сознания могли взять такую информацию. Она бесценна сегодня. Вот сегодня ее, понимаешь, осознаешь, и когда ты складываешь это все с материей, ты видишь, какие феноменальные вещи там описаны. Но ты их использовать реально можешь только сейчас. А тогда, да, а тогда просто вот видишь, говоришь, не понимаешь, но передаешь, да. Я вот передаю, да, помню. А потом это с тобой, вот твоя заслуга прямо в материю. Это передаю информацию, а в материю, в материю. А теперь, мы же тогда просто копировали, дублировали, повторяли. А потом на каком-то этапе черное-белое сказали, стояли, да, так наблюдали. И это, ты еще помнишь, так спрашиваешь, спроси, а почему он наблюдает? И такой ответ, давайте сами теперь, да. А потом еще было, потом вы поймете, о чем что-то такое тоже. Тоже в книгах есть это. А теперь мы с другой позиции, мы на это смотрим. Мы сами, не привязываясь же ведь к книгам, да, они сами у нас вспоминаются. Блин, так это ж мы вот это видели, белое и черное показывали. Вот это об этом. Только мы уже с другой позиции, с позиции широкого сознания. Да. А тогда мы с позиции узкого. То есть, по сути, мы, смотри, с позиции ума, а сейчас с позиции разума. Сейчас с позиции разума, но между умом и разумом лежат настройки симуляции. Да, да, настройки симуляции. Это те, вот те курсы, которые… Для ума есть объективность, для ума есть симуляция. А для разума симуляция – это я. Да. И когда идет из разума симуляция – это я, то тогда совсем другое восприятие. Но тогда надо, чтобы перед тобой была вот эта вот полностью вся херня разложена и осознаваема тобой. И, кстати, тогда и силовой потенциал какой. Да. Если ты осознаешь ваджиу, это тот инструмент, без которого ты не можешь удалить из сознания вот всю ту херню, которая… Да. Ну, то, что мы называем мутью. Да, 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 да. И причем на любом уровне. Именно когда ты осознаешь суть. Осознаешь. Вот тогда это сила. А теперь по образу и подобию о чем? Это один в один, как, значит, ты учишься ездить на машине, да? Ты ездишь и напрягаешься. А когда ты уже узнал… Смотри, я когда пошла на курсы вождения, я думала, зачем мне знать устройство машины? Зачем мне водить машину? И все, я не хочу устройства, нет. Нет, я сама лично на себе, я почувствовала, что когда я поняла суть работы механизмов, я села за руль машины совершенно другой. И вот разница в том, когда ты знаешь устройство, а потом, когда ты знаешь устройство, и ты еще в материи проявился, да, то ты потом ездишь спокойно. Спокойно. Вот оно. Ты начала говорить про автомобиль, я ролик вспомнила вчера. Ехали уже, ну, ночь, получается, уже успела стемнеть, и мы едем с Димой, он сел за руль, а я сижу, и тикток открыла, уже интернет есть спокойно в любом объеме. И включая тикток, и первый ролик, который мне вылетает, женщина к водителю садится, он ее обучает. Неподставной ролик, ну, во всяком случае, кажется, что неподставной, села обучаться вождению. И он говорит, поверните налево, поверните направо. Она вышла, смотрит. А, так оказывается, когда я налево поворачиваю, колеса поворачиваются. Я этого не знала. Вот это об этом. Вот это об этом. Я так держала вообще. Ну, да. Я к тому, что вот, когда ты начинаешь... Кстати, я точно так же в материальных вопросах. Вот, так оказывается. Так это оказывается так. Ну, это нормально. Так вот смотри, когда ты в этой позиции, ты слаб, да? А когда ты осознаешь суть, у тебя сила. Вот оно. Ты... То есть, вот она сила. Когда ты ездишь за рулем спокойно, свободно, спокойно, да? Это сила. А когда ты напряжен, это слабость. Ты напряжен, и ты прямо вот слабость. А смотри, что соединяет вот эту силу и слабость, как компромисс, который дает возможность перейти от силы к слабости. И наоборот, быть и там, и там, если ты где-то не профи. Доверие. Именно доверие. А доверие на чем строится? На чистоте и открытости. С одной стороны, на знаниях, с другой стороны. Ну, да. На знаниях. Когда ты искренен, открыт, и в тебе знания, они вот проявляются. Проявлены. Проявлены. Ты полностью доверяешь себе. Сила проявляется тогда, когда ты прозрачен. Ну, это образно. И тут же я там в тебе. И тут же он включается, говорит, доверие. Тогда тут же контроль. Вот он наш контролер, да, с позиции ума. С позиции ума. Разум говорит доверие. Доверие решает этот вопрос. Если у тебя не хватает знаний там в какой-то области, материальной, например, то у тебя есть люди, которым ты можешь доверять. Искренность. Вот. Разум – это искренность. А ум тут, а их же надо проконтролировать. А вдруг они тебя обманут. А ум – это сразу ложь. Все. Это вот все искажения. Ум – это искажение. Разум – это искренность. Да. Чистое дыхание – разум. А ум – дыхание больное. Вот это ум создает ту муть, которую мы потом убираем, когда мы очищаем систему. Да. И если мы уже коснулись какого-то уровня очистки, то в первую очередь убирается муть. И тогда человек поправляется. Тогда у человека даже не поправляется, у него появляется шанс измениться и поправиться. Но он может точно так же нагадить заново. То есть у него уже появляется выбор. Знаешь что? Сейчас вот прям сейчас. Наши книги – это психика. А наши курсы – это материя. То есть психика, сознание соединяется с материей. Вот прям курсы – это где ты проживаешь это все в материи. То есть в теле. Состояние сознания в материи. Ты проживаешь. А книги – это ты информацию берешь. А курсы – это ты эту информацию проживаешь, прошиваешь через себя. Вот оно дыхание. И очищение. Осознаешь суть. Блин, я сейчас прям такие... Вот прям осознаю связь. Связь, силу, разум, соединение. Вот связь, соединение. И осознаю карман времени здесь. Как только ты... Ой, блин, прям вообще, как только ты в книгах, да, допустим, в книгах или в курсах, да, ты в этом живешь. Но как только ты остановился, создается карман, и уже не факт, что ты вернешься сюда. Да, да. Ты уже можешь уйти куда угодно. То есть смотри, то есть любым делом, если человек увлекается, это дело открывается для него. У него там способности, все проявляется, возможности. Потому что все внимание там. Да, да, в любое дело. Как только ты внимание отсюда увел, здесь уже наплюется, накакает. Извините. То есть все. Уже пошло искажение, мусор. И когда ты уже сюда вернешься, не факт, что тебе понравится. Ну а если понравится, то плюхнешься в болото и попадешь в ловушечку. Блин, насколько важен разум. Вот разум – это чистота, искренность. Кстати, и разум – это всегда кайфовое состояние внутри. Что бы ни происходило, когда бы ни происходило вот этот детский драйв внутри. Ю-ху! Да, похуй все. Интересно. Мне интересно это, и будет все хорошо. Всегда будет все хорошо, потому что у меня не бывает плохо. Вот это, вот эти детские состояния – это состояние разума всегда. И всегда находится тогда выход, и всегда находится решение, и всегда находится энергия, ресурс и так далее. Вот это все есть. Я, кстати, вот по поводу энергии и ресурса, я всегда очень бережно отношусь к мозгу. Я знаю, что мозг с 12 часов ночи должен всегда заснуть. А сама, как трудоголик, зачастую могу лечь и в 2 часа ночи. Но я стараюсь, чтобы вот до 12 завершить дела, чтобы все-таки лечь. И вот когда случились там инциденты на границе, я не спала тогда двое суток. И вот эти двое суток, ты знаешь, я была поражена, насколько у меня чистая и ясная была голова, и насколько я вырубилась, когда я приехала домой. То есть это... Когда надо. Когда надо. Разум работал вообще на 100%. Был момент, когда я почувствовала, что я за рулем засыпаю. Мы остановились, машину подключили на заправку, отмерили 15 минут, чтобы 100 километров добрало нам еще. И 15 минут и будильник. Я мгновенно заснула, на 15-й минуте проснулась, я была как огурец. То есть как штирлиц вообще, никаких вопросов. И когда приехали в Минск, я поняла, что все, двое суток – это двое суток. Это перегруз. И все это время за рулем – это тоже перегруз. Конечно. Я сейчас, знаешь, как прям вообще застряла, четко осознаю, ты начала говорить про разум, как ребенок, да? Чистый, искренний, открытый. Так вот, такой разум чистый, искренний, как ребенок очень легко попадет в ловушку ума. Разум развиваться должен. Ну, так я и попала, было, да. Да, разуму развиваться. Потому что, когда ты находишься в состоянии ребенка чистого, открытого, искреннего, то разум не вырос, ну, образно, да? А значит, обмануть легко его уму. Ну, смотри, это так же, как мы с тобой на курсе на этой неделе, который был, показывали, как ребенок рождается и как он первым видит, и он улыбку, он идет на улыбку, и он окунается и попадает в ловушку ума. Все, вот она. То есть разум развиваться, наполняться силой, и тогда он в разуме, это как через доверие. То есть, блин, получается, такая тема интересная. Сейчас прямо вот ее, видишь, как словило внезапно, понимаю. Вот как разум и попал в ловушку. Это вот яйцо, что первично, яйцо или курица? Курица или яйцо? Смотри, вот как мы поставили курс «Механизм веры», да? Вот как мы поставили курс. Мы его подготовили, поставили курс, и теперь смотри, какое углубление пошло в эту тему. Она каждый день, и причем углубление идет, заметно, через материю. Каждый день она разворачивается под новым соусом, под новым углом, и каждый день я кайфую. Я реально кайфую, я понимаю, что к моменту, когда этот курс состоится, он наполовину уже будет другим, он будет на порядок глубже. То есть тот момент, когда мы его ставили, мы понимали, мы даем это и это. И после этого, когда мы сконцентрировали на этом внимание, так просто провал в информацию идет. И ты понимаешь, что, блин, ее можно раскрыть так, 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 так. Ты еще выбери грань, как ее раскрыть. Тогда курсы еще хреново туча времени. Наши курсы вообще все интересные. Они настолько глубокие, что просто особенно последние, так они вообще набирают. Но если не пройдешь, не пробыл на тех, то здесь информация, она просто как... Вот я живу, что мне бы сейчас рун насыпали, и что с ними? Понимаешь? А для того, чтобы их читать, надо и знать, о чем там каждая руна. Поэтому все, что касается иллюзиониста, видишь, поэтому я и зависаю уже насчет того, надо ли эту книгу вообще издавать. Или она пойдет вообще только тем, кто вот на этих курсах с нами на закрытых. Или вообще только останется в наших семьях. Или останется в наших семьях. Как то, что вскрывает разум. То есть пробуждает разум. И вот эти точки восприятия из разума, как разум воспринимает, но тогда это чистое создание. А то, что наши семьи, по нашим семьям эти все книги будут передаваться, это точно. Абсолютно точно. Именно это позволит не забыть эти знания. Не забыть. Не потерять. Снова. Не потерять, да. В очередной раз. Я знаю, что там по семьям надо будет сделать одну штуку. Я думаю по семьям. И... Ну вот на ближайших программах у меня есть одна идея. для того, чтобы и у тех, кто проснулся, это все работало. Ну ладно, это не на камеру. Потом мы с тобой это отдельно обсудим. Что-то мы заболтались, Вова, слышишь? Угу. Наверное, сказали много лишнего. Может быть даже. Что-то понесло нас. Ну ладно. Ну ладно. Может быть.